а все я сломался у меня клин двигателя я жигу делаю я еду больше 80 что там дмл-ка прям стоит здарова с вами снова андрей королев и в общем то дел такое я сидел и очень долго думал что же вам снять в новом сезоне что было интересно чтоб серии были связаны между собой чтобы вы их ждали чтоб в принципе было круто и тут меня осенило в общем то дядя костя он гений и придумал максимально простую схему под названием дешевки лучше просто не придумаешь я уже не знаю у меня голова кругом идет именно поэтому я решил ее позаимствовать правда в мото теме то есть технически это не плагиат но это я себя так успокаиваю поэтому в этих видео мы с вами будем покупать максимально доступную технику который может приобрести просто каждый из вас и даже я поэтому не будем долго мять сиськи погнали уже делом заниматься а сейчас мы с вами переходим к одному из самых сложных и важных моментов в нашем делопроизводстве а именно к поиску аппарата который мы сегодня возможно поедем покупать и для этого мы заходим на любой сайт куда заходят все чтобы поискать себе что-то с колесами но перед началом поиска нужно определиться с критериями по которым мы будем подбирать технику первое она должна быть самой дешевой в своем классе то есть мы не ищем что-то среднее хорошее мы ищем самое дешевое второе обязательно должны быть документы потому что когда на этой бричке после покупки я поеду до дома возможно через москву например у меня могут быть проблемы без бумажек и 3 до техника должна быть на полном ходу то есть завели и поехали это значит что аппарат должен быть еще не замотан в узел и это должна быть не одна голая рама и с этим набором задумок мы смело погружаемся в море барыг обмана разврата и коррозии ставим мотоциклы вы часто меня спрашиваете как ты поднялся самых низов откуда все эти крутые тачки мотоцикла съемочные студии и гаражи в общем как я стал олигархом все просто я играю на сайте of x а если подробнее то я пополняю свой счет приумножаю его в разных игровых режимах и вывожу зелень на карту а сейчас я покажу вам как здесь играть здесь можно поставить любую сумму я например поставил 1000 рублей и после этого нажимаю кнопку играть теперь дожидаюсь того момента когда шкала пойдет вверх остановить игру можно будет либо досрочно либо с помощью автостопа который вы выбираете сами так шкала пошла вверх не люблю долго ждать и я нажал забрать досрочно на коэффициенте 143 то есть только что я выиграл 430 рублей хотя мог и чуть больше а теперь я покажу вам как заказать выплату своего выигрыша нажимаем кнопку вывести я выбираю банковскую карту ставлю например полторы тысячи рублей пишу номер своей карты и нажимаю заказать выплату вот и все выплата оформлена осталось лишь чуть-чуть подождать кстати теперь на apx можно получить 50 рублей за репост выполни простые действия и бонус твой а также крути рулетку раз в 15 минут и получать до одного слитка совершенно бесплатно сейчас я крутану так нажимаем крутится крутится и я выигрываю 08 слитка а также у apx куча положительных отзывов которые доказывают то что сайт работает честно поэтому ныряем по ссылке в закрепленном комментарии и выигрываем вместе со мной выбираем просто все ставим наши силой радиус плюс 200 километров и после этого по сортировочке выбираем возрастание цены и начинаем поиск от самого дешевого да только не обращайте внимание сейчас на цены у нас в столице все немного подороже и самый дешевый мопед из всех что есть во всем интернете стоит семь с половиной тысяч рублей и он по нашим параметрам нам не подходит да слушайте если проходиться по дешевым мотоциклом почему-то выпадает очень много ежей кажется это знак лишь за 12000 от ездил полтора сезона сам не настраивал себе не умею покупал без долгов к сожалению это не наш вариант тем временем мы уже дошли до 25 тысяч рублей все что было до этого нам не подходит либо не на ходу либо нет документов либо все это вместе но тут на 25 появился юпачок да юпитер это очень хорошая качественная и надежная техника по всем параметрам подходит документы есть на ходу недалеко от нас мне кажется пора звонить доброе утро звоню по поводу ежа не продали еще документы есть на ходу правильно ну это понятно главное чтоб хоть что-нибудь было сегодня может быть подъехать посмотреть ну да трех постараюсь успеть тогда царицына же правильно счастлива не это конечно очень круто в рабочий день созвониться с продавцом он сразу нас готов принять это офигенное везение но я думаю вы сейчас думаете не об этом у вас возник определенный некоторый вопрос андрюша откуда на тебе такая блатняцкая футболка с синим игорем и со скутерцом голым верхом на нем еще пачка не менее блатных наклеек я вам отвечу но чуть позже на самом деле я очень рад что со мной начинают работать да и в принципе появляются такие ресурсы как moto team russia что это такое я не побоюсь сказать такого громкого слова это целая moto соц сеть в общем то здесь вы можете узнать все новости из мото мира изучить что-то касаемо мото техники пообщаться в различных группах писать свои статьи даже я когда первый раз зашел на этот сайт первые же две минуты я открыл для себя что-то новенькое потому что только зашел на сайт и так ага honda yamaha suzuki и кавасаки объединились чтобы делать одинаковые аккумуляторы в свою электротехнику то есть электротехника скоро будет в топе и при этом у японской четверки аккумуляторы будут взаимозаменяемы их можно будет быстро там компилировать и все такое а еще кроме всего этого тут есть конечно же куча и других плюшек например как календарь всех мото событий гонки выставки все что угодно короче инфы море а теперь перейдем непосредственно к футболочкам и наклеечкам и так три человека получат комплект наклеечек и этих блатных футболочек от меня совместно с moto team russia приняв участие в нашем конкурсе и в общем-то правила нашего конкурса очень просты вы заходите на сайт moto team russia регистрируетесь на нем и пишите от себя в любом формате прямо как душа захочет статью на мото тематику описывайте там свой мотоцикл ощущение от него очень по тюнингу пишите все что угодно после того как написали статью заходите на мой пост на этом же сайте и оставляйте под ним комментарий со ссылочкой на свою статью с первого по 15 включительно апрель вы можете писать статьи а 16 я уже начну сам прочитывать и три статьи которые мне понравятся выигрывают и получают от меня футболочки и наклеечки ссылочка на мой пост с условиями в описании а мы с товарищами тем временем полностью готовы там он позади марио стоит покажи его что ли и оператор оператор покажи свое лицо чтобы все удивились кто у нас снова появился в досок наконец-то это лёха шум да как вы и заказывали а я тем временем набрал экипировки все-таки же на мотоцикле поеду обратно на дворе зима поэтому вот это и шлем чтобы голова не раскололась прицеп мы тоже взяли с собой потому что все-таки это ищ юпитер а про ищи юпитера я думаю наслышанные все и я тоже хоть ни разу его и не трогал так что если у нас что-то пойдет не так всегда есть запасной вариант а мы погнали день кую ни одной ошибки вы понимаете ни одной но это все мы подъехали к каким-то гаражам ждем продавца он пока выходит видимо вот оттуда прям созвонились с ним сейчас мы увидим это чудо в общем-то все парни переходим в пеший режим приехали за долгожданным урал и сейчас мы его в урал то есть долгожданным ищем и питером третьим сейчас мы его увидим вот-вот-вот-вот-вот сейчас оно будет блин новые черевички запорашил опять а все как всегда вот оно чудо техники раритетное это если что мое первое знакомство с ижем в принципе так я так понял мы уже переходим непосредственно к пуску без лишних слов сразу утопитель вниз и кикстартер вход карбюратор то уже стоит 68 но почти это зло на колесах вот это вот это серьезно просто без лишних слов сразу в деле продемонстрировали нам хватит зверь просто вообще жуть вся москва сейчас перевернется когда я на нем поеду домой это проблема у советской техники мне кажется тут даже говорить не о чем и на ходу и документы есть кое-какие так что мы должны его взять 25 правил ключи уже у меня ну все спасибо вам покататься да будем тестировать попрощайтесь хоть надоел уже да откуда поражали вилку затянули все и она протекла сразу же и кстати мы обнаружили что переднего тормоза здесь нет напрочь он отсутствует полностью то есть от руля до колеса не идет ничего именно из-за этого всего мы сейчас решили не знакомиться лично с этим мотоциклом потому что через всю москву по всем этим скоростным дорогам шоссе москал сити 3 транспортных если у меня на ходу там что-нибудь заклинит и пацанам придется тормозить брать меня на прицеп это будет ад на дороге мы создаем такую пробку и нас точно еще кто-нибудь снесет поэтому мы приняли решение познакомиться с ижом уже непосредственно ближе к нашему району но не там доедем до мкада от мкада уже поедем на иже разгрузим его там так что все я думаю приобретение у нас максимально успешно на ходу с бумагами причем ход очень веселый остается только затестить погнали итак как вы можете видеть я уже полностью укомплектован экипировка на мне и шью питер 3 юпачок прямо подо мной зажигание включено мы находимся совсем неподалеку от мкада вон он за моей спиной за мной москва за мной мкад нам 30 километров до дома и мы попробуем отсюда добраться до него не слезая с ижа все полилось значит бензин у нас есть дергаем подсос вверх и наконец-то доходим до кикстартера да ладно чё так легко что ли ну давай детка о о пошла руда подсос судя по всему можно закрывать что-то он богатит ну что ж передних тормозов у меня нет я не знаю что тут по органам управления поэтому едем аккуратненько я понятия не имею как им управлять только что попробовал найти нейтралку получилось сразу с десятого и то на ходу только на месте не втыкается чтобы задний тормоз нажать надо ногу сперва коленом до уха дотянуть это просто какой-то ад гангстер деревенский что-то не может что-то не так и передача плохо не включается но зато едет-то едет-то я его еще даже не прогрел не раскочегарил не прогазовал чувствуется мощь давайте в комментариях сразу устроим голосование что же круче есть ведь и я в 350 это же двухкотлова юпачок или его чё круче пишите в комментах а я тем временем осознаю как на этом ехать не обращайте внимание на то что камера висит под таким углом и просто больше некуда прилепить здесь замок не там дальше фара портить все это не хочется прилепили сбоку как было мне приходится смотреть на все эти рычаги вы понимаете как переключается торможу мне сперва надо посмотреть куда вообще ногу ставить что это тут вообще едет это как будто я сел первый раз в ритмическую затапливаю эргономика от современных нормальных мотоциклов да даже от урала отличается полностью оно максимально невнятное я жму куда-то на раму жму на кикстартер но не на вторую передачу вы знаете что самое прикольное я сейчас еду мотоцикл купил за двадцать пять тысяч раньше это конечно было много но сейчас за двадцать пять тысяч действительно только хлам можно купить но тут никакого стука в двигателе тормоза хоть только и задние есть но они хотя бы тормозят передачи втыкаются разгон имеется сегодня мало максималочку смотреть не будем потому что наша задача успешно добраться домой и узнать возможно ли это на еже за двадцать пять тыс а потом уже если он выживет и нам не придется его ремонтировать мы сразу поедем устраивать ему тест драйв полноценный но это не в этой серии а в следующий ох я себя чувствую прям одним из тех мужиков которые у нас населеем лет по 50 они также гоняют на явах на ежах и радуются только они у них в идеал восстановленные напиваются водки и катаются на них дальше а наша андрюша как обычный везучий человек мы купили мотоцикл урал да урал дурал не зал лишь из и пошел первый дождь после зимы вот и андрей ездит на мотоцикл везучий парень погода всегда любит его да без поворотников конечно немного стремновато все эти маневры делать смотрите они у меня даже светятся у меня светятся поворотники но они на правой руке они на левой вот почему они не хотел ехать через москву потому что это банально опасно мне приходится с машинами входить в тесный контакт а у меня ни поворотников ни тормозов нормальных ничего есть я на нем не умею так что да чтобы не навредить другим и себе мы решили ехать не через всю москву но 30 километров для первого теста я думаю достаточно вот это там дыма сзади конечно когда ты бьёна кататься на еже сзади дымовая завеса люди наверное едут в шоке от того что они видят такого лет тысячи уже не было на этих дорогах как же он уверенно трогается я не могу это поверить я купил ищ за 25 а он трогается даже уверен у меня урал за 45 так не ездил ну-ка там каягаре на нем даже наваливать можно вы посмотрите я жигу делаю я еду больше восьмидесяти не но больше восьмидесяти я не очень хочу ехать потому что владельцы-то адекватные вроде мотоциклы любят урал собирает но мало ли мало ли гаечка какая-нибудь сорвалась там на передней оси сейчас у меня колесо пойдет гулять отдельно от мотоцикла на такой скорости и в общем мне это не понравится скорее всего так что едем со средней разрешенной скоростью добираемся до дома если добираемся и если добираемся то этот ижак можно будет расцеловать и готовиться к съемке следующей серии спокойно назад оборачиваться пипец весело там дымоуха прям стоит светом ха-ха-ха-ха-ха люди в ахрена в полном в прострации это иж едет что происходит я 90 по спидометру еду эж собирался ехать плавненько Он прям располагает к драг-рейсу Он к нему... А-а-а-а-а Все! Я сломался, у меня клин двигателя Я держу сцепление и не знаю, что мне делать Если я его отпущу, он резко начнет тормозить Мне надо на обочину В срочном порядке Что-то пошло не так Суть по звуку я заклинил Тормозите, пацаны! Вот об этом я и говорю Представьте, на третьем транспортном или на Садовом Где поток, где-нибудь возле Москва-Сити Я бы так же колена словил Я счастлив, что я не поехал на этом уже через всю Москву Что за фигня? Что за фигня? Я ехал 90 Он резко издал в моторе Звук такой... У-у-у-у-у! Чик! Щелкнул И заглох И начал резко остановиться Прямо как будто колена словил Это по... Деменератор заглиниваете? Не, это поход был тепловой прихват, а он сейчас остыл. Ладно, пробуем ехать тогда дальше, но на пониженной скорости максимум 70, чтобы перегрева не было. Я взлетаю как ракета, для меня вся планета, черно-белая кассета, детка, ты уже раздета, в темноте два силуэта, и мы вместе... Да, у меня еще переднее колесо в масле, оттого что вилка текла, а он так уебывается сейчас. Сейчас что-то совсем квадратное, я еду прям как на коне, подпрыгивая на каждом обороте колеса. Но они, видимо, самоцентрующиеся, потому что при разгоне прыгать он перестает. Или подвеска входит в резонанс с колесами, и все это самоаннигилируется. Короче, надо вникать в вопрос. Славик, ты что тут делаешь? Как ты сюда попал? Славик, ты как меня нашел? Здорово. Я говорю, как ты меня нашел? Переходник. Ну вот и все. Я приехал домой в целости и сохранности вместе с Ижом и на Иже. Проклятие. Я не знаю даже, что с ним делать. Он доехал до сюда самостоятельно. Всего лишь один раз заклинил двигатель. Но для Ижа это мелочи. Он работоспособен. Он мне даже понравился. Я не знаю, что со мной происходит. Каждый раз, когда я покупаю какую-то дичь, я в нее влюбляюсь. Поэтому в следующей серии, как планировалось, мы будем его тестировать. Но мне не хочется его наматывать на стол. Правда ведь не хочется, да? Да. Но тесты пока все-таки провести надо. Поэтому, товарищи, спрашиваю ваше мнение. Напишите в комментах, каким образом его тестировать. Бернаут, стантуха, намотать все-таки на стол, сжечь. Что можно сделать с этой аппаратурой? Ну, аппаратура действительно годная. Сама ездит, заводится с полтыка. Колеса, конечно, квадратные прыгают. Но у какого Ижа колеса не квадратные? Ну, а на сегодня это Иж Юпитер 3 за 25 тысяч рублей и Андрей Королев. Пишите комментарии, ставьте лайки, ждите следующий видосик. Всем до свидания.